4 октября 2012 года Россия отмечает 80-ю годовщину со дня образования гражданской обороны. И даже в такой праздник сотрудники главного управления ПГО и ЧС Ивановской области все в работе. В честь этого события правительством Российской Федерации проводится всероссийская тренировка по гражданской обороне, когда все органы исполнительной власти, субъектов, все субъекты, все муниципальные образования, все организации, федеральные органы исполнительной власти выполняют мероприятия по гражданской обороне. В главном управлении с самого утра начал свою работу оперативный штаб. Позже туда поступила вводная о чрезвычайной ситуации, с которой руководителям придется бороться. К счастью, в теории. Как результат этого условного чипа? В 10 часов вводная пришла. В результате неблагоприятных природных явлений произошло резкое повышение уровня воды в Ульском водохранилище. В результате аварии на число водопроводной станции, расположенной по адресу город Иваново, улица Водопроводный, дом 47, вышли из строя погруженные насосы на станции первого подъема воды. Как результат этого условного чипа без водоснабжения остался жилой сектор, а также социальные и промышленные объекты. Порядок устранения последствий аварии руководителями управления был разработан быстро. Но на этом рабочие праздничные мероприятия не закончились. От теории гражданской обороны к практике. На базе Ивановского промышленно-экономического колледжа начал работу пункт выдачи средств индивидуальной защиты. Проще говоря, противогазов. В экстренных ситуациях средства защиты привозят из центральных складов по количеству выдаваемых. На нас 75-й пункт приписано 3995 человек. На 3995 человек должны привезти средства защиты. И мы в течение часа должны эти средства защиты раздать местному населению. Как правильно надеть противогаз? Почти все проходили это на уроках ОБЖ, но не все помнят, как это делать. День гражданской обороны – еще один повод освежить знания. При одевании противогаза необходимо достать его из чехла, при этом глаза должны быть закрыты. Затаить дыхание, задержать дыхание. Далее снять защитный клапан с прибора и начинаем одевать его с подбородку. Далее в противогазе делаем выдох. Выдох делается для того, чтобы противогаз начал поступать в драгоценный кислород. Чистота – залог здоровья, особенно при радиоактивном, химическом или бактериологическом загрязнении. Поэтому на базе городского оздоровительного центра был организован санитарно-обмывочный пункт. Здесь человека встречают, списывают паспортные данные, а дальше начинается самое интересное. Вручается талон на прохождение санитарно-обмывочного пункта, дозиметрист замеряет уровень радиации. И дальше поэтапно человек проходит сначала в грязной зоне, выбивает, выколачивает свою одежду, чистит, если действительно есть радиоактивное загрязнение или какой-то вид химического загрязнения. В дальнейшем проходит в чистую зону, точнее в обрабатываемую зону. Там он сдаёт свои документы, их также обрабатывает, сам раздевается, проходит обработку в помывочном отделении, после чего он проходит повторный дозиметрический контроль на выходе, удалено радиоактивное загрязнение или нет. И так до 800 человек в час. К счастью, всё это лишь репетиция чрезвычайной ситуации. Но если всё же она возникнет, ивановские спасатели точно будут готовы. Наталья Романова, Андрей Семивуков, РТВ Иваново.